Для Елены Корнауховой каждый ее воспитанник – задачка со звездочкой. Педагог детского сада номер 15 по образованию учитель математики и физики. Интересоваться цифрами и формулами начала в школьном возрасте. 18 лет назад она сменила профессию учителя на воспитателя. Но и в работе с малышами Елене Викторовне очень пригодились знания в области точных наук. Ребята, что у нас появилось здесь? Вопросы! Совершенно верно. Много вопросов. В моей группе этот знак означает «Загадка дня». Оп! Люблю загадки! На открытое занятие с незнакомой группой детей Елена Корнаухова пришла не только с вопросом, но и с бабашками. Это деревянные фигурки разного размера и формы. Участница городского конкурса «Воспитатель года-2023» активно использует в своей работе развивающую предметно-пространственную среду для моделирования и свободной игры. Педагог предложила малышам спроектировать высокоскоростную горку, чтобы устроить автомобильные соревнования по быстрому спуску. Вместо машинок ребята использовали детали конструктора. Сегодняшнее занятие было направлено на развитие детей, умение экспериментировать, решать поставленные задачи, уметь договариваться, находить общее решение. Занятие в незнакомой группе – это самая сложная номинация конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Педагог должен не только найти общий язык с малышами, но и настроить их на работу. Мы с детьми здесь пытались установить простейшие закономерности пройденного пути предмета от высоты к горке. То есть такие, казалось бы, нам простые, основные, но сколько детям понадобилось времени, чтобы решить эту задачу, построить эти горки, еще и зафиксировать этот результат. Занятие в незнакомой группе провели все четыре участницы городского конкурса «Воспитатель года-2023». Выступление педагогов предстоит оценить жюри. А у конкурсанток впереди заключительное испытание профессионального состязания – мастер-класс для коллег. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».